Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. Да, еще стоковый фотограф, я продолжаю этим заниматься, пока это интересно. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки-задумки в таких фототеятельностях, как стоки, услуги, проекты и лайфхаки, потому канал назвал СУП-Л. Кстати, к букве Л я вскоре добавлю еще лайф-сториз. Это будут небольшие сторизы с маленьким-маленьким сценарием. Буду учиться снимать видео, хоть крохотно, но сценарии. Сегодня серия о лайфхаке. Я расскажу, как создаю слайд-шоу в видеоредакторе Sony Vegas. Как оптимизирую работу с фотослайдами. Какие особенности и задачи при работе с фотослайдами я решу. Это соотношение сторон, работа с горизонтальными и вертикальными кадрами, что с ними можно сделать. Легкая анимация, прилегчайшие переходы, а главное это пакетная обработка. То есть я не вожусь с каждым кадром отдельно. Конечно, важно, зачем мне это все. В своих семейных или travel-видео я частенько использую фотографии в виде слайдов. Например, неподвижный объект, пейзаж, предмет. Хочется сделать панорамирование, зуммирование, небольшое смещение камеры. Но я понимаю, что при работе со смартфоном добиться этого будет сложно. Я делаю фотографию и потом использую этот слайд в виде слайд, небольшого слайд-шоу в миксе с видео в качестве бирола. Приемы работы с фотослайдами в видеоредакторе также будут полезны при создании целиком фотослайд-шоу. Что ж, теперь компу. Вперед! Итак, на примере множества фото продемонстрирую, как сделать быстро слайд-шоу и какие подготовительные действия необходимы. Обращу внимание, что многие действия пакетные. Большинство действий. Я не буду возиться с каждой картинкой в отдельности. Может, разве что иногда подправлю вертикальный кадр или где-то не сцентрировано будет в отношении главного объекта. Но если это будет критично. Изначально я выбрал фотографии, которые будут использоваться в слайд-шоу. Подготовил так, чтобы они были не больше 2500 пикселей по длинной стороне. Я просматриваю, все ли они в одном соотношении. Большинство фотографий в одном соотношении. Есть фотография 16 к 9. Значок готовый есть. Также у меня есть горизонтально ориентированные и вертикально ориентированные. Вертикально ориентированные фотографии, конечно же, не супер классно для слайд-шоу. Но они же есть, их хочется использовать. Фотографии готовы. Рассортированы по крупности планов. Ну, в общем-то, про необходимой хронологии. Уменьшил фотографии сознательно. Для того, чтобы в Sony Vegas при разных движениях они не тормозились. Ну, знаете, как 4К, да? Ну, сложно же для обработки. Дальше. Подготовительное действие в Sony Vegas. Захожу в Preferences и в Editing. Я выбираю 3 секунды для стил-имиджа. Есть. Дальше. Project Properties 1920 на 1080. Но сделаю 30 кадров в секунду. При 30 кадров в секунду не будет страбить картинка, когда происходит движение. Именно слайд-картинка. Все по Sony Vegas готово. Перетаскиваю картинки. Прямо выделяю все. И перетаскиваю. Есть. Следующее действие я присвою всем слайдам Transitions. Я выбираю Transitions самый-при-самый простой. Готово. Далее я работаю с соотношением сторон и с легкой анимацией. Для этого я перехожу не в первый. Желательно во второй слайд. Но второй слайд не показательный, потому как он вертикальный. Третий слайд возьмем. Итак, работаю с соотношением. Присваиваю соотношение 16 к 9 слайду. Проверяю. Ползунок в начале стоит. Дальше в конце проигрывания слайда можно сделать как раз небольшое анимирование картинки. Зажав Alt. Небольшое. Так, чтобы это движение подходило большинству слайдам. Есть. Готово. Я копирую эти настройки. Ctrl-C. И присваиваю всем слайдам. Paste Event Attributes. Готово. Все слайды у меня уже есть с таким движением. Супер. Но у меня встречаются вертикальные кадры. Что делаем для них? Хочу сказать, что слайд-шоу уже практически готово. То есть можно время останавливать. Сделаем подкладку фон. Вариант 1. Также соотношение сторон. Ну и, например, можно здесь разблюрить. Верно? Верно. Хватит, хватит. Предположим, сделаем меньшую прозрачность. Это все по вкусу. Можно сделать окончание в конце. Да? Верно? Затемнение. Готово. Ну что? Такой вертикальный кадр можно оставить. Можно оставить. Например, что можно с этим вертикальным кадром сделать? Предположим, его переделаем. Отменим действие. Вернемся в начало. Дефолт сделаем. Зажав control, потянули, горизонт, потянули. Есть. Переползем наверх. К главному действующему лицу. Но при этом меняется уже крупность. То есть, теряется характер снимка. Ну, предположим, сделали легкое движение. Больших движений нет смысла делать. Готово. Мы, кстати, этот вариант можем скопировать. Возможно, он пригодится для других вертикальных решений. Здесь будем что-то переделать. Пусть останется так. А предположим, здесь. А давай переделаем. Давай переделаем. Paste. Подправить, да? Предположим, с личика мы переведем к одуванчику. Ку. Есть. Есть. А здесь все хорошо, все хорошо. Здесь будем укрупняться. Нет, не будем укрупняться. Но, например, есть смысл вначале ножки захватить. Да. Что в конце у нас? Нормально. Вот таким образом можно быстренько проиграть это все. Ок или не ок. Ну, в зависимости от задачи. Нормально. Нормально. Быстрее проиграем. Можно быстрее. То есть, что-то подвинули, что-то не подвинули. У нас был кадр, который 16 к 9 и наверняка он будет не good здесь. Обратимся к нему. Снимем эти настройки. В начало. Default. Control. И сделаем ему отдельно движение. В начале и в конце сделаем. Достаточно. То есть, последняя уже эта возня такая, ну, эксклюзивная. Ее можно делать, можно не делать. Но, в принципе, уже давным-давно была слайд-шоу готова. Все подготовительные действия и, в принципе, действия я подпишу в видео, пронумерую. И также они будут под видео. Это как и напоминалка для меня. И для тех, кто захочет упростить работу со слайд-шоу. Остался рендеринг. Этот пакетный режим хорошо сработает, если не нужно подчеркивать бит музыки или акценты. Оказалось, подчеркнуть бит – это особая тема для разговора в Сони Вегасе. Также есть ряд других особенностей и сложностей, с которыми я сталкиваюсь при работе в Сони Вегасе. Я с ними наверняка поделюсь в следующих выпусках. А это будет непосредственно попадание в бит при работе с фотослайдами. Картинка выходит контрастнее после рендеринга в Сони Вегасе. И как с этим жить и работать. Секвенции со смартфона иногда не прочитываются в видеоредакторе. И, наверное, что-то еще упустил. Ну что ж, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Всем добра, здоровья и достатка. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok